Добрый вечер, уважаемые телезрители и слушатели живого телевидения, сегодня мы впервые ведем трансляцию из программы «Анекдоты» из Музея современного искусства Церетели. Я еще раз вас приветствую. Сегодня нам расскажет все, что по этому поводу знает Александр Грифимович Акселяров. Позвольте вам нового представить. Здравствуйте, Александр Грифимович. Здравствуйте. Я вас рад приветствовать на фоне этих замечательных дескульптур. Они для чего-то напоминают. Можно сказать, что. Вам объясню, что напоминают? Обрезают. Что вы говорите? Обрезают. Нет, песни. Они не обрезают. Песни не обрезают. А что песни тоже? Нет, но напоминают. Что вы говорите? Не обрезают. Нет, это не обрезают. Позвольте с перечелок. Поговорим, куда? Самый первый, который мне навеял. Следующий. Один японец захотел стать равеной. Они очень трудолюбивые, очень целеустремленные люди. И вот он приезжает в Израиль, объяснил ситуацию, но ему сказали, в принципе, никаких запретов на религии нет, пожалуйста, только нужно выучить язык. Он выучил язык и поступил. Отучился великолепно. Все экзамены постоянно сдавал на 5, все курсовые постоянно сдавал на 5. И когда он уже сдал то, что у нас называется курс-экзамен, то есть окончательно все закончилось, идет его посвящение в родители. И самый старший родитель говорит, Рэбэ-такамун великолепно изучил Тону и знает все толкованные ткани. Рэбэ-такамун великолепно обладает Тора и знает все комментарии Тора. Но Рэбэ-такамун у меня к вам будет личная просьба. Когда вы делаете обрезание, не делайте так. Действительно, это не очень хороший Рэбэ. Японское обрезание у нас не правильно. Да. Или. Вот двое идут мимо юлейского плагающа. И, проходя мимо очередной могилы, один говорит другому. В этой могиле лежит вся оброг. Какая была женщина. Какая была умная женщина. Я бы хотел лежать рядом с ней. А второй ему отвечает. А я бы хотел лежать рядом с Ивко-Ивко. Так она же жива. О! Досно, что дует. Ну и рады, что мы затронули эту национальную тему, а я как раз сейчас пишу практическое руководство по развитию чувства и юмора, или сокращенно Пур-Пур-Чу, условное название, и там объясняется маленькая часть теории и идут практические упражнения, как любой человек может развить у себя чувство и юмора. И одна из идей, анекдоты на самом деле делятся не по внешнему признаку, а по тому приему, который юмор не вызывает. Поэтому, перейдя плавно к этой теме, я расскажу один из самых своих любимых анекдотов о том, как западноукраинец сдавал экзамен по русской литературе. И несмотря на то, что анекдот будет почти весь на украинском языке, то поскольку это интернациональная вещь, юмор, я думаю, догадаюсь, что не только вы включали меня, но и все зрители и слушатели. Анекдот такой. Сдает западноукраинец экзамен по русской литературе. Ему попалась молотургия. И он начинает отвечать. Жив себе Гарасову, богу него собак, якого звал ему. Подождите, говорит преподаватель, вы же отвечаете русскую литературу, говорите по-русски. Зараз, ну, зараз. Кинул он свою собаку и поплыв по-русски, чтобы его втопили. Так, или вы говорите по-русски, он ставлю два. Зараз, ну, зараз. Привязав ему на шее велику каменю и только нужно дать его речку, мы ему кажем на цей проклятой моде. Ерасеев, зачем? Да, все. Самое непрактичное, что вы сейчас нас, наши уважаемые телезрители, не видите, а только слышите. Поэтому вы, конечно, видите всю эту прекрасную скульптуру. Есть уже два метра и время крупного роста, на фоне которых мы выйдем просто пигмени. Но я вам обещаю, что эта специальная анекдотическая передача, она идет в режиме аудио, но в записи нам будет показано видео. Так вот, возвращаясь к теме развития чувства юмора, нужно прежде всего объяснить, что это такое. На самом деле все очень просто. Когда человек что-то видит или что-то слышит, то он это распознает с помощью определенных структур нейронов мозга. То есть, попроще, есть специальные области, которые отличают за различные смыслы. И когда человек, слушая какой-то анекдот или какую-то историю, думая, что он часто услышит что-то из одной области, а слышит из другой, а в мозгу при этом соединяются эти группы нейронов, и это вызывает или улыбку, или гомерический хохот, или смешок. Ну, самый простой пример. В доисторические времена муж сидит, строгает, что может строгать муж в доисторические времена? Кость. Да. В это время убегает в пещеру его жена и кричит. Угу, угу, в пещеру к твоей тещи пробрался саблезубый тигр. Угу продолжает обрабатывать кость и не реагирует. Угу, угу, в пещеру к твоей тещи ворвался саблезубый тигр. Угу, он медленно поднимает на меня голову, глаза и говорит, чем я могу помочь бедному тигру? То есть, мы думаем одно, происходит другое. Или другой пример, тоже один из самых моих любимых анекдотов такой. По радио объявляют. Граждане, в нашей области приземлилась летающая тарелка. Из нее вышли представители внеземной цивилизации. Они сами по себе невысокого роста, зелененькие, морда красная, глаза выпученные. При встрече с ними не делайте детских движений. Постарайтесь пойти в контакт. Представьтесь, объясните, чем вы занимаетесь. И соблюдайте предельную осторожность. Я надеюсь, что это кто-то все-таки увидит, потому что дальше я буду не только говорить, но и по факту. И вот, мужик, который слышал это объявление, кусит траву. Жиг. 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 И вдруг он видит, сидит в траве, что там маленькое, зелененькое, морда красная, глаза выпученные. Он жутко перепугался, замер. И вспомнив, что говорили, медленно-медленно, осторожно-осторожно, аккуратно-аккуратно, показывает на себя пальцем и говорит. Нет, показывает на траву пальцем и говорит. Трава, трава. Показывает пальцем на косу. Коса, коса. Плавно поворачиваясь и говорит. Кошу, кошу. А эта маленькая, зелененькая, морда красная, глаза выпученные. Показывает сзади себя и говорит. Влез на себя. Лесник, срок. Или, возвращаясь к структурам и к предыдущему, да? Прилетели на землю марсианы. Тоже маленькие, тоже зелененькие. Но у всех по две ручки, по две ножки, а на животе золотые плываются. Им говорят с удивлением. Это что, у вас на Марсе все такие маленькие? Да, говорят, все такие маленькие. И все такие зелененькие? Да, говорят, и все такие зелененькие. И у всех по две ручки, по две ножки? И у всех по две ручки, по две ножки? Да, говорят, у всех по две ручки, по две ножки. И у всех на животе золотые плываются? Нет, что? Только у евреев. Да что, извиняюсь, на что эти пугаются? Хотя и не пугаются. Нет, на планету. Я так понял, у нас на другой планеты. Вообще, нужно вот нести какой-то порядок, рассказали о анекдотах, потому что вот я всегда счастливая пришел с первым временем, когда трудно было пройти 20 метров и не встретить знакомого, во-первых, что сейчас стало гораздо крупнее, и второе, это при встрече невозможно было не обменяться анекдотами. Да, было такое время. Да, это было замечательное время, когда была масса анекдотов, и почти все они были руководители партии правительства. Но, как я потом выяснил, это оказалось не так интересным, потому что эти анекдоты были приложены на Никита Сергеевича еще с Осипа Лиссарионовича, а на Иосифа Лиссарионовича они были в свою очередь приложены с Адольфом Ивановичем. И вот такое странство анекдотов, оно застрадает задуматься, каким образом, как получается, что с одного лидера к националистической партии, потом на кудистическую партию, а потом на юмористическую партию приходят одни и те же анекдоты. Но, вообще, анекдоты бывают разные. Совсем не обязательно об этом. Ну, например, есть прекрасные анекдоты про циклужескую зрину, есть и внести анекдоты, в которых я отделяю детские анекдоты. Это совершенно отдельные анекдоты, ничего общего с ними не имеющиеся. Есть анекдоты гисторические. Я не знаю, что из этого вы хотели бы рассказать в первую очередь. Я, в первую очередь, из этого хотел бы рассказать один одесский анекдот, который мне очень нравится. Учительница в одесской школе пишет письмо родителям. Уважаемые родители, обратите внимание на своего ребенка. Ваш моня сильно пахнет, но нужно его чаще не. Папа прочитал и пишет ответ учительнице. Уважаемая учительница, моню надо учить, а не мухать. А вот по поводу того, что вы сказали насчет переноса, я сейчас расскажу анекдот, который на самом деле не так легко перенести. Приходит Вовочка домой, а мама плачет. Он говорит, мама, мама, я пять по физике получил. Мама плачет. Мама, папа, мама, мама, я ей сочинение на пять написал. Мама плачет. Мама, я ей по иностранному пятерку получил. И мама ему отвечает. И Вовочка, у меня молодец. А Сашка, кулиган, бомбу в царя просит. Причем я подозреваю, что некоторые молодые люди уже могут этот анекдот и не понять. Вот как анекдот, например, про какие-нибудь примочки в компьютере будут непонятны дедушке и бабушке этого человека. То есть время берет свое. А есть анекдоты, скажем, привязанные ко времени. Например, перестройка. Помните? Ну, ускорение было такое? Было, было. То есть это реаличное мнение. Я тоже перестройка, я тоже ускорение. Я тоже ускорение. В аптеку во время перестройки приходит молодой человек и говорит директор аптеки. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть красная игра? Чего говорит директор аптеки? О черной. Да вы что, молодой человек, это же аптека. Оболыка ситрога. Слушайте, вы понимаете, куда вы пришли? Да я понимаю. Да вы не понимаете. Сейчас в стране перестройка, ускорение. И каждый на своем рабочем месте придумывает что-то свое, новое. Ну и встаньте на мое место, говорит директор аптеки. И встану, говорит, молодой человек. Встал. На следующий день бывший директор аптеки приходит в свою аптеку. Ну и что? Есть красная игра? Конечно. А черная? И черная есть. Оболыка ситрога. Да все у нас есть. Далее. Итого, итого, итого. А рецепты у вас есть? Далее. Тут тоже был прикол, Владимир, исторический орендон, который, например, будет связан с историческими лицами и практически не подвижит к лицу. Годовщина на Великой Отечественной революции Филикс Эдмундовича нас звонит Владимир Кличу и говорит, «Мудрич, у нас тут годовщина накрывается, нужно, конечно, достойно ее отметить, сходить за вином, взять хорошую закуску, ну и вот такую, как наша головная революционная годовщина». Да-да, правильно, совершенно правильно, Филикс Эдмундович. Нужно взять вино и закуску, и девочек обязательно, девочек, а не таких красивых, как Бухарь Затёрцкий. Да, вот нам смешно. Так трудно. Так трудно, да. Ну, возвращаясь к тем темам, которые вы пунктиром отметили, такое из еврейского юмора. Причем еврейский юмор четко делится на две части. Я бы сказал так, антисемитский и сирийский. То есть, те анекдоты, которые евреи придумывают про евреев, и те анекдоты, которые рассказывают антисемитик про евреев. Да, вот совершенно точно так же говорил профессор Моисхи, который писал много еврейских анекдотов, и он сообщил уважаемому публике, что есть самая лучшая еврейская анекдота, он это единственное слово, могу его рассказать. Потому что он очень простой такой. Шел по евреям по улице, нашел кошелек, который не платовал равно первому. Я думаю, что вы боялись. Шел по евреям по евреям по евреям по евреям по евреям по евреям по евреям. Рекомендую читателям, зрителям и слушателям. Так вот, анекдот такой. Идут двое подвыпивших, а перед ними идет еврей. И один говорит другому, слушай, пошли им на него в море. А тот отвечает, а вдруг он нам, а нам за что? Павловно вести. Это в какой категории, если бы не было? Это как раз пограничь. И, кажется, для себя приятно. Это бы мне напомнил анекдот о Сочи жизни. Иду, и это еще в советское время, значит, когда были хиппи, и идут два бандюга, она, знаешь, с длинными волосами, очень мрачно разговаривает друг друга. Перед них идет хиппи, а они говорят, смотри, смотри, все в хрерах, когда седлинные волосы, пора говориться. Да. Но даже если анекдот несет какую-то вот такую видологию оценки, то есть принадлежность к какой-то группе анекдотов, иногда там народом закладывается, а почему я говорю народом закладывается? Потому что народ придумывает анекдоты в виде своих представителей. Ты тоже расскажу анекдоты, которые я сам придумал? Или один анекдот? Послушайте. Теперь мы будем знать, кто их придумывает. Не все, да. Почему? Они очень четко дают некие рецепты решения жизненных ситуаций в такой юмористической форме. Ну, например, анекдот такой. Муж с женой ворочается в постели. И она говорит, хайм, почему ты не спишь? Почему ты не спишь? Ведь я должен соседу штуку и не могу отдать. И все. Она торбанит в стену, сосед отзывается. Мойша, хайм тебе должен штуку, и он тебе ее не отдаст. Так, теперь пришел ворочаться к себе? Вот действительно. Может возникнуть вопрос, почему хайм и Мойша? Да, это то же самое могут с кем угодно. Но вот народ каким-то образом придает этому некую такую вот окраску. И очень такое место, навеивающее. Продолжая вот тему этих анекдотов, сейчас мы перейдем к другим. Напомню вам такое. После очередной войны в Иерусалиме сидят друг напротив друга двое нищих. У каждого табличка. У одного написано «впадайте жертве израильской агрессии», у другого «впадайте жертве арабской агрессии». И кто бы ни проходил, еврей или ирак, он обязательно кинет, чтобы досадить другого. Мимо проходит американец, сердогольный, бросил огонь под каждым. Прошел, потом не выдержал, вернулся и говорит «ребята, вы меня извините, вы что, не понимаете ситуацию?» Вы сели в разных местах. Они промолчали. И когда он ушел, один говорит другому «хайм, ты слышишь, он учит нас о мерз». И мы тут затронули тему понимания, да, людьми определенного поколения, реалий предыдущих эпох. И вот я вспоминаю, в детстве был очень популярен фильм Чапаев. И понятие «белый», да, это было не Саша Белый, который сейчас, да, в регалии, да, и не цвет белый, а это были те, с кем красный воевал. И анекдот про Василия Ивановича и Петьку, который звучал так «Василия Ивановича Белого привезли, сколько ящиков», да, он был понятен и вызывал улыбку. Сейчас же, мне кажется, вот новое поколение, даже новое поколение, уже вот этот смысловой тенок Белого немного другой. И я думаю, что с годами частушка народная, сейчас я ее прочту, уже не будет вызывать такого отклика. Частушка такая. «Флаг российский, символ смелы, жизни нашей чумовой. Снизу красный, сверху белый, между ними голубой». Да, это прямо на тему дня. На тему дня. Но вот белый, белый, вот будет ли это понятие «белый брак», да, где-то ассоциировалось с образом брака. Ну, если мы пойдем дальше по тематикам, я хочу затронуть такую тему, как абстрактный анекдот. Она выделяется вообще, что такое абстракция, да? Если не сильно углубляться, то это механизм расшатывания консерватизма в мозгах. То есть, люди понимают, что есть определенные смыслы. Вот каждое слово имеет определенные смыслы, да? И, как правило, большинство понятий имеет несколько смыслов. То есть, разные оценки. Ну, например, слово «игра» имеет около 12 значений. Да. От карточной, футбола, игра по жизни, в театре и так далее. Поэтому, когда мы говорим слово «игра», в зависимости от того, какой у человека он в жизни, да, он с большей частотой воспринимает это значение, ну, понимает, что есть другие. Так вот, абстракция, суть абстракции, да, она позволяет вот эти вот границы разбивать. Ну, я приведу так, я верю Влада. Вообще, должен сказать, что мне не просто повезло. Я участвую в передаче человека, который один из первых в мире, и даже не так, в этой стране и в мире, получил диплом от Международного фонда признания гениями при жизни, как гений в области концептуальной крови. Спасибо. Вот. И что я имею в виду? Сейчас я приведу пример абстрактного анекдота. Это даже из моего глубокого детства. Идет молодой человек, а у него ушах банан. Это увидел другой человек и говорит ему, молодой человек, у вас ушах банан. Тот не слышит, у него уже банан в ушах, то он идет дальше. Тот бежит за ним и кричит. Молодой человек, у вас в ушах банан. Тот не слышит, идет, тот орет. Молодой человек, у вас ушах банан. Тот не слышит, продолжает. Тогда он забегает перед ним и орет ему в лицо. Молодой человек, у вас в ушах банан. Молодой человек вынимает бананы и говорит, а, что? Что? Добрый день, пожалуйста, я вообще не слышал, у меня в ушах банан. Очень сильно напоминаю все анекдоты про Новый Русский, потому что, как мне кажется, они практически все абстрактные. И вот тут же мне вспомнился анекдот, когда Новый Русский едет в «Экспрессе», и вдруг «Экспресс» останавливается на совершенно не возле вокзала, и стоит уже час, полтора часа, он уходит, так медленно, лениво, идёт из состава, подходит по работе, видит машинистов и братела, с чего стоит. Вот с мной говорит, локомотив меняет. На что меняет, брател? Ну, на локомотив меняет. Что, полтора часа стоим, ничего сверху? Да. Тема Новых Русских ворвалась на шестисотых Мерседесах. И я вспоминаю про Чу-Чу, такой анекдот, что такое Новый Чу-Чу. Это золотой Чу и шестьсот олей. Ну, возвращаясь к предыдущим тематикам, немножечко отойду в сторону. Мы из Голландии, кстати, система Одноклассник, помогает найти, так сказать, старые связи. Я нашёл очень многих, с кем я работал 25-30 лет назад. И это было очень приятно, потому что уже, когда уезжали из страны, думали навсегда. Да. И связи разрывались. А теперь люди, которые живут в Канаде, в Америке, в Израиле, в Германии и даже в Австралии, находятся и общаешься, как будто, вот, всё-таки интернет кое-что умеет. Так вот, мне из Голландии прислали такой анекдот, называется он «Дневник». День первый. Обсмотрела весь произвелание, он мне понравился. День второй. Познакомилась с капитаном. Он угостил меня обедом и напоил дорогим вином. День третий. Капитан пригласил на романтический ужин и навекнул на возможную близость. И я ему сказала, что я верну мужу и вечно буду хранить ему диамет. День четвертый. Капитан сказал, что если я не приду на романтический ужин и не отдамся ему, он потопит неслабо. Я ему сказала, что подумаю. День пятый. Спасла 1600 человек. Дважды. Да, действительно. А вот я выключил как часы. Это не просто предмет, который я выключу, а я слежу за временной передачей, для того, чтобы увидеть, когда она может потенциально запользоваться. Значит, мы не опозорны. Да. Но когда вы смотрите на часы, что вы думаете вообще? Вам что-нибудь приходит в голову? Водопад. А, водопад, да? А мне приходит в голову, вставляет здесь анекдот. Вот бежит Карабинович в Парнаугске и видит вывеску ремонта часа. Он заходит и видит старого еврея, который сидит вот с этим окуляром в глазу и что-то такое ковыряется в часах. Он говорит, папа, что у вас здесь какой-то на ход ставят? Он поднимает на него глаза и говорит, что молодой человек, вы за кого от меня понимаете? Он на вас здесь делает обрезание. Да? А зачем же вы повесили вывеску ремонта часа? А что мы по вашему должны повесить? Сейчас по поводу часов Анды звонок. Хозяин звонит дворецки. Джон, поднимись наверх, возьми из права ящика письменного сала пистолет, спустись вниз, зайди в спальню к моей жене и застрели ее и того мужчину, который будет с ней в постели. А когда он выскочил и побежал в посаду, я его дострелю. Какой сад, Джон, при чем ты говоришь? У нас же нет никакого сада. А куда вы звоните, сэр? Ага. Да, действительно. Это для того, как был старейший, просто гисторический анекдот, как русский, не знаю, английский язык, попадает на Республиканию. Идет к Республиканию, его хватает, Констенли ведут в суд. Судья через переводчика спрашивает, скажите, зачем ему пральку? Приводчик приводит, зачем им пральку? Пришестник отвечает, нужна мне ваша пchat. Он сказал, что ему нужна была ваша п Tibca. Судья говорит, то ему скажите, что у нас за это сажают в тюрьму, нас за это лишают свободы, нас могут посадить в тюрьму. Пришестник отвечает, всё жизнь мечта Он говорит, что о тюрьме мечтает всю жизнь. Но в таком случае, пожалуй, на три года была ссылку пряча была в тюрьму. Приводчик переводит. Просто три года сажают в тюрьму. И шесть семьи отвечают, здравствуйте, ваша тетя. Наш переводчик переводит. Он вас приветствует и говорит, что он вошелся. Судья задолбился. В таком случае 10 долларов штрафа. Приводчик переводит. Согласен с 10 долларов штраф. Путешественник, хлеб от меня получит, и при очереди его это хочет расплатиться вообще. По этому же поводу. Цирк. Самый последний номер, который собрал полный зал, говорящий коров. Народ, который никогда не видел, не слышал, забил цель до отказа. И вот барабанная друг, в напряженной тишине, выходит шикарный пофрак с огромным кнутом и две тощие, несчастные, измученные коровы. Дрессировщик. Громко хлопает хлыстом и говорит, оле! Тишина. Залзали. Он опять громко хлопает хлыстом, оле! Тишина. И тогда он со всей силы, как стяганет погоню корову, оле! И в этой напряженной, шинетной тишине, одна корова поворачивает морду в другую, по ее щеке ползет крупная коровья слеза, и в этой тишине она четко и ясно говорит. Класс. Яхренеть! Ха-ха-ха-ха! Он поделись, Витя! Это только самый тип. Ильин! Ильин! Весь город за Куреем афишами. Мальчик, обладающий феноменальной памятью. Никогда люди такого не видели. Собирается полный зал, последний номер. Выходит мальчик из десяти, одет аккуратненько, черный костюмчик, белый архашка, галстычек. Он обходит по краю арену и, значит, здоровается со зрителями. И обойдя всех и со всеми поздоровавшись, он становится в центре. Дальше шпрехштаб мистера, он так называется ведущий, громко объявляет. А теперь мальчик, обладающий феноменальной памятью, описывает первые семь рядов. Люди как услышали, испугались, побежали наверх, а он продолжает. Принятаться бесполезно! Мальчик обладает феноменальной памятью. Мальчик обладает феноменальной памятью. Да, это большое упущение. Большое упущение. Нужно быстренько к ней вернуться. Как-то вот соображение цензуры заставляет возвращаться к этой теме метров. По-моему, он молчал. Да. Эти мрачные мужики. Но они не очень расширятся и благословно к ним относятся. Так что давайте продолжим. После свадьбы невеста в слезах жалуется маме. Я знала, что у евреев обрезают, на что на столько. Ну, не естественно. Или к раввину прибегает кристианзе и говорит, что мне делать. У меня лисица жрёт кур. Я знаю, что у евреев. Нужно в центре курятника выкопать круглую ёмку. Это не сексуальная нём. Я вижу ожидания назад. Нужно в центре курятника выкопать ёмку. А вокруг курятника вырезать канавку в форме шестиугольной звезды. Кто-то ушёл. Приходит через несколько дней. Ведь ребя всё сделала, но она продолжает воровать круглую. Да, да, да. Ну, это ничего. Ты вот эту ямку в центре закопай. Были ямки внутри курятника. По краям четыре угла. А вокруг прокопает две окружности. Кто-то ушёл. Приходит через несколько дней. Ребя всё сделала. Но она продолжает воровать. Уже почти пор не осталось. Значит так. Эти ямки оставит внутри курятника. Всё-таки в центре вырай ещё одну. А вокруг этих двух кругов ещё раз прокопает канавку в форме шестиугольной звезды. Кто-то приходит ещё через три дня. Говорит, Ребя насаживался. Какая жаль. А у меня ещё столько нереализованных людей. Ха-ха-ха. Ну, простите. Ха-ха-ха. Да, да. Эти сексуары мне напомнили английские лидеры тоже из этой области. Это целая серия была про сара Джона и сара Томаса. Двух друзей. Не помню какие шестидесятые. Это конечные, начальные 70-е годы. И вот один из них что-то не вспомнился. Когда сэр Джон женился на лейдину. И свадьбу отметили праздновали гостинице Санабаса. И вот они едут домой. В комете. В родовой имени сэр Джона и лейди. Комка и платочек в руках. И спустая горькую слезу Бог говорит. Сэр, я должна вам признаться. Как жаль, что я раньше это не сказала. Это большое упущение. Я должна признаться, что у меня для вас было бы другое. Сэр Джон совершенно измутимо продолжал ходить в свою трубку. Глядя в окно. Совершенно никак не реагировал на это сообщение. Важнейшее сообщение. Раздосаданная лейди говорит ему. Это еще не все. Я должен вам сказать, что портрет моего этого любовника. Я заказал и сделал эту трубку на правой трубке. Сэр продолжал ходить с совершенно независимым видом. Нисколько не расстроенной. Что очень горчила лейдя. И она ему сказала, что это еще не все. У меня было два руководителя. Сэр продолжал полицию. И портрет моего второго руководителя. Я приказал ему сделать коробку на левую руководитель. Сэр продолжал полицию совершенно не реагировали. И вот они заплатанные лень. И Сэр Джон поднимается по ступеням. Сэр Джон отдавал по месту Сэр Джона. И вдруг он расхохотался так, чтобы же вернуть трубку зато. И Владимир говорит, что еще Сэр Джон. Он говорит, представляю, какие будут у них ручи из 25. Маленький мальчик спрашивает папу. Папа, а зачем человеку пальцы? Человеку пальцы. Этим пальцем ты показываешь большим. Какая у нас хорошая жизнь. Этим пальчиком, указательным, ты на все показываешь. Этим пальчиком, мизинчиком, ты ковыряешь носом. На этот пальчик, когда ты будешь жениться, ты денешь обручальное кольцо. А вот зачем человеку? Этот парень я тебе расскажу, когда ты будешь жениться. Мальчик вырос, все запомнил. И когда уже пришла парально жениться, он подходит к концу и говорит, Батя, а помнишь, я когда был совсем пацаном, ты мне сказал, вот зачем человеку безымянный парень. Сын, ты уже большой, теперь я тебе могу все это рассказать. Ну вот смотри, ты женился, живешь, работаешь, приходишь, после второй смены устал жутко, даже жрать не хочется, сразу в постели. И только ты заснул, жена тебе подкатывает сбоку и начинает. Вань, а Вань, ну давай, ну Вань, ну давай. Ну собрал ты последние силы, удовлетворил ты жену. Ну уже не просто заснул, вырубился вообще без всяких сил. А она тебе опять подкатывает и говорит, Вань, давай, давай еще, Вань. Ну тогда ты уже без всяких сил на одних нервах. Еще раз удовлетворил ее. Ну уже над пластом, мертвый лежит. Спишь, а она тебе будет. Вань, а Вань, ну давай еще. И тогда ты берешь этот парень, сгибаешь его, вот так говоришь, дура! Ну сколько же можно? Про Штирлица были хорошие анекдоты. Они как-то быстро были весьмитвистические такие шуточки, типа Штирлиц увидел голубые ели, это подошло ближе, они и пели, да? А вот в начале чего-то там даже было по военной тематике. Но многие напоминали анекдоты про Чапаева. А есть, кстати, такие синтетические анекдоты, которые объединяют разные темы. Ну, например, поскольку перед началом передачи мне сказали, что ненормативная лексика нежелательна, то когда я буду говорить трам-парарам-пам-парам, нужно понимать, что это и есть та самая ненормативная лексика. А они говорят такой? Петь weiß痴. Как, что там … п-н-п-н-п-н? Петь Петь kinds очень осторожно говорит. В differential году матчат. Василий Иванович! Пquote… alta Coigi Ayubone miguel керрицам, сооружен я отвечу… Петька обстакивает". Василий Иванович, про вас готовит. Там парарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, чего там парарам-пам-пам-пам, готовит про меня. Теперь говорит, Василий Иванович, готовит, чтобы я в ней. Видишь ли, Пётр? Да, это было новое с твоим плоским, по-моему, никогда не истощаться от поручика в жертву. И вот поручика всегда ночью проводит за картами, за преферансом, и вот Иванович, уже сильно не выспавшийся, вместе с генералом, выходит один кольцо, и поручик так скромный, конечно, на соблюдать достоинство, и желаю видеть господина генерала, и господин генерал. Вот я вижу, что вы, как всегда, в выигрыше и расстроены, но я хотел бы подсказать колумболец, чтобы вас хотели. Ну да, давай, конечно, поручик, поскольку колумболец. Поручик говорит, ну вот, понимаете, господин генерал, у него этот гир, он сзади. А хирургик, у него этот гир, он принесет. А я смеялся, я думаю, сейчас пойду в штаб и скажу мне, господа офицера. Приходит в штаб и говорит, так, господа офицеры, мне тут поручик так как колумболец на то рассказал. Все моментально замолчали и прочно уставились на господина генерала. Ну вот этот, как его, ну вот этот сырник, как у него, это чьярка сзади, да? А вот этот вот ангел, у него ефт в виде, полный молчан. И все три наряды, у него вообще из-за отсутствия чувства юга. Перекликается, старшина построил солдат. Старшина построил солдат и говорит, ну а ты матч-прак, ты там литература все закончила, расскажи какой-нибудь такой анекдот. Да пожалуйста, говорит, гуляет Пушкин с Анной кем по парку. Отошел в сторону и говорит, Анна, стою вам хуя по колено. Ха-ха-ха, закричал он и побежал, рассказывает Даша. Товарищ майор, мне сейчас такой анекдот рассказали, ну такой анекдот. Замел Богом папу в лес и давай ее, тот ха-ха-ха, помирал. Товарищ майор, такой анекдот. Сидит в Достоевском лесу на дубру, всех посылает. Он полетит. В Достоевском это точно. Еще бы не занесло. Да. Есть еще сказочные анекдоты. Ну, например, едет Илья Муранцев и видит сидит Соловей-Разгонник на дугу и пилит суп, на котором сидит. И говорит он ему, что ж ты Соловейшка делаешь, ты ж допилишь, упадешь и переведу, сильно ударишься. На что Соловей-Разгонник говорит, да пошел. Ну, Илья Муранцев проехал так, что он допилил суп, упал, очень сильно ударился, перевожу, посмотрел след Илья Муранцева. Ну, Илюша, ты колдун. Ага, это действительно. Нет, но есть еще более древний анекдот. Самый древний анекдот, насколько я понимаю, турецкий анекдот. Ну, вот вся эта национальная анекдота обладает своим национальным чувством юмора и тот самый друг. И вот, значит, идет этот самый главный герой турецкий анекдот – это Буатар. Ну, вот как есть у нас, у бывших наших, есть когда-то среди, там, бультура, есть Буатар. И вот идет Буатар помнится, встречает друга. Они разговаривались, и Буатар печально говорит другу, ты понимаешь, как приснился сон, половина которого сбывалась половина. Другому на это замечает. Таких снов не бывает. Сон либо сбывается полностью, либо не сбывается вообще. А Буатар дам ему резонно замечает. Вот когда я тебе расскажу, ты поймешь, что такие сны бывают. Ну, расскажи. Они, в общем, удалися в закат. Снится мне, что я иду по своему саду и решил отдохать персиковые дни. Начал в руках, вдруг застук ударился и обошел эту землю. Я разгреб землю и увидел, что эта крышка кладла. Стал тянуть за эту ручку, тянул, тянул и наложился с того, что нет. Я просыпаюсь золотами, которые я не сна взялась. На эту тему есть анекдот, который называется так. О чем говорят женщины про нас, мужчины, когда мы их не слышим? Ночью жена просыпается от какого-то резкого, неприятного запаха. Она начинает жарить по постели и надыкается на кучу дерьма. И заселый тим вверх от твоего мужа и говорит, Вань, Вань, ты чего? Ты уже укапался. Вон он так со сна. Просыпается и говорит, ой, Маша, мне такой шуткий сон приснился. Да что ж тебе Ваню приснилось? Понимаешь, Маша, мне приснилось, что гладиатору древней Урии на меня выпустили три старого хлопа. Ой, Вань, я бы померла от страха. Ну что ты, Маша, я же мужчина. Пожалуйста, это напоминает анекдоту про животных. Да, про животных. Да. Например. Можно я скажу? Можно я скажу? Попали все звери, чтобы сразу пройти. В одну большую ерунку. Сидят, сидят, кушать хочется. И начинают обсуждать того слизи. И тут обезьянка. Выскакивает дверь. Я предлагаю сожрать того, что среди нас самый большой. Сожрали слона. Проходят дверьми. Опять проголодались. Опять обсуждает того слизи. Опять выбегает обезьянка. И опять. Я предлагаю сожрать того, что среди нас самый толстый. Сожрали бегемот. Опять проголодались. Опять начинают обсуждать. И тут раздается чей-то мрачный голос. А я предлагаю сожрать того, кто среди нас всех больше тренгит. Обезьянка. Да тренялся, Кобаки! О, коллеги! Это интересно, как пьяная народа выходит из ресторана. Покачивается на зверных ногах и говорит... Га... Хрю... Мя... Ка... О! Вот как раз. Как-то я сочинил такой анекдот. Я услышал первую часть, что такое нудный мужчина. И ему не хватало пары. И я придумал, что такое нудная женщина. Рассказываю другую часть. Значит, нудный мужчина – это которому легче отдаться, чем объяснить, что ты не хочешь. А нудная женщина – это которая легче овладить, чем объяснить, что ты не можешь. А вот я позволю себе рассказать, услышанный недавно вас, зрителям и слушателям, анекдот про попугая. Новый русский купил супер дорогого элитного попугая, который говорит на 7 языках, которому 250 лет. Привез его домой в огромные клетки, снимает с него накид, и попугай начал говорить. Пам, мы помним, да? Пам-парарам, да ты такой пам-парам-пам, идиот-булгах и кретин. Да жена твоя пам-парам-парам-пам-парам-пам, гулящая и дурак. Пам-парам, а дядя твои идиоты-кретины, а теща твоя пам-парам-парам-пам-парам. Он такой наглости обалдел, но шею сворачивать жалко. Заплачил намеренные деньги, но он подумал, подумал, схватил его и засунул в холодильник. И оттуда стук, топот, и пам-парам-пам-парам-пам 15 минут, и вдруг все стихло. Он открывает дверцу, по-моему, вот так сидит, лапки поджал, глаза вниз опустил и говорит. Слышь, мужик, ну ты извини, я погорячился, я был не прав, и бизнес ты вести умеешь, и умный ты, и образование прекрасное, и дети у тебя умницы, и жена красавица, и не изменяй тебе, а теща вообще прекрасный человек. Был не прав, извиняюсь, больше не буду. Мужик растрогался, ну ладно, ну с кем не бывает, все нормально, попугай. Только один вопрос, а что он сделал от улицы? Гонит. Да. Вспомнился еще один анекдот на украинском языке. Маленький мальчик подбегает в дедную зубаренки, дед сидит курит трубку, и он ему клечит. Говорит по-говорит, понятно, да? Москалил космос полетил. Кто-то понимает трубку, уси. Почему-то украинские анекдоты, они светочены на трех основных предметах. Ну, мы сказали, конечно, в первую очередь, второе – это сало, любимое украинцами, а третье – это непомерная жадность. Да. Маленький мальчик спрашивает. – Какие люди такие? Ему дают, что под Fake Man, д Muskasy. – Какие люди такие? – Ему дают, что под Por天. – Какие люди такие? – Когда он продажет. – Какие люди такие? Ну, наверное, там жизнь была немножко отличная в древние времена, да, когда климат другой, и было чего иметь и жалеть. Может, здесь по теории пассионарности, да, и этим всем теориям, это ведет себя так или иначе в зависимости от того, да. Поэтому есть много анекдотов, где сравниваются различные модели поведения людей разных национальностей в таких же ситуациях. Ну, например, да, эксперимент на целый год мужчину, двух мужчин и эту женщину разных национальностей помещают на обитаемый остров и через год приезжают смотреть, что происходит. Приезжают к англичанам, они сидят в разных концах острова и, оказалось, они тут не общались. Говорят, как же так? Ну, как же так? Нас же не представили. Приезжают к немцам, все засеяно, один аккуратный домик живет муж с женой, другой аккуратный домик живет мужчина холостяк, все чистенько идеально, дорожки. Ну, тоже понятно, да. Приезжают к русским, все засеяно пшеницей, огромная резьба в центре, на которой написано «Сельсовет», заходят два мужика, пьют самогон. Говорят, а где женщина? Они отвечают, народ в поле. Приезжают к евреям, тоже все засеяно, аккуратно, дорожки, два дома, заходят один мужчина и женщина, заходят другой, тоже мужчина и женщина. Говорят, а где, откуда вы заряжаете? Достой. 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 Это очень смешно, советский объединился, чтобы еврейский был. А, этот, да? Да. Эпоха. Да. Эпоха была бы такая. К счастью или к сожалению. Да. Ну, наверное, к счастью, потому что люди-то как-то жили. Ну да, конечно. То есть, даже если жизнь трудна, ну, в разуме приедут. Ну, некоторые очень хорошо живут. Некоторые живут очень хорошо, да. По этому поводу такой есть анекдот. Идут похороны, несут гроб. А в гробу сидит мужчина, нервно пулит. А это увидел другой человек, подходит и говорит, слушай, а что тут происходит? То есть, похороны. А кого хороны? Меня. Да ты же живой. Да и похороны! Насчет хорошей жизни. Да, да. Так что, надо помнить, какие речи, писающие в древнем языке, или логово-теофраста, есть специально базовых характеров людей. И один характер, он называется лесносом. И вот среди человек этого характера, есть такая черта, что он выходит на улицу, когда видит похоронную процессию, сочувствием будет подсказмами или подсказмами. Да, это хорошая черта. Еще мы натронули такую тему, как анекдоты про «Армянское радио». Да. Вот там тоже, вроде бы, да, жизненные ситуации, которые можно. Но вот эти вот парадоксальные ответы, ну, например, очень мне нравится такой анекдот. Спрашивали «Армянское радио», правда ли, что Петросян выбрал шахматную голбу? Кстати, сейчас, наверное, даже не все помнят, что Петросян был чемпионом мира по шахматной голе, поскольку как-то другие виды спорта стали более популярными. Какие? Какие, да. Или теннис. Так вот, сейчас расскажу немного про теннис. Так вот, правда ли, что Петросян выбрал шахматную «Волгу»? А «Волга» была бы такой же престижной машиной, как сейчас, там, «Лексус», ну, к примеру, да? Это тем, кто чаще в интернете, чем те, кто помнит, что такое престижность «Волги». Армянское радио отвечает. Правда. Только не Петросян, а Генесян. И не в шахматы, а в преферанс. И не «Волгу», а «Три рубля». И не «Выиграл», а «Проиграл». А по поводу тенниса, значит, встречаются два новых русских и идут к одному из них домой. И он его угощает. Слушай, а я сейчас такую вещь покажу. Ну, это просто. Пулю. Открывает ящик письменного стола, и он видит маленький корт, и на нем две живые фигуры и играют в большой теннис. Он обалдел. Слушай, а как это? Что это? Ты понимаешь, был генератор, дошел на какую-то древнюю лавку, и за какие-то сумасшедшие бабки купил старинную лампу. Он мне сказал, «Потрешь, подъявится джин и выполни твое желание». «Да, пожалуйста, это значит, он очень старый и очень плохо слышит. Говорит громко и отчетливо». Тот залампу потер, и в самом деле появляется в воздухе джин и говорит, «Исполняй твое желание, мой господин». И тот ему говорит, «Хочу кучу баксов». И вот с его погонавешивать как ударить, и что-то сверху посыпалось, он видит, а на него падает факсовый аппарат. И второй говорит, «Ты чего? Говорит, Гаври Громша, ты думал, я у него попросил большой теннис?» «Мой щелок». «Чего еще мог попросить у джин? Баксы и теннис?» Да. Или дьявол разговаривает словом русским и говорит, «Я тебе предлагаю контракт». «Ты сейчас подписываешь договор, по которому я тебе прямо сейчас, немедленно даю миллион баксов черным налом, а ты мне после своей смерти отдаешь свою душу». «Не понял, говорит Новоросский, я тебе душу после смерти, а баксы сейчас?» Да. Так, еще раз. Ты мне прямо сейчас отстегиваешь черным налом, без всякого этого. А душу только после смерти, да. Нет, я не согласен. Ну почему? Не понимаю, где ты меня наказываешь. Непонятных прикол. Да. Тут как-то анекдот был сначала про амбара, а потом уже выяснили и поняли, что там угрожают. Душу не берет. И после этого он и упал. Сошел. Или вот такой детский анекдот тоже времен социализма. КВН между родителями и детьми. И вдруг побеждают дети. И один из родителей, член команды, подходит к председателю Рюлюи и говорит, слушайте, я не понимаю. Мы все с вышла образовая. Многие кандидаты наук, один доктор наук. Как эти дети могли у вас выбрать? А что вы удивляетесь? Говорит председатель Рюлюи. Вы вспомните, как вы отвечали. Мы спросили, какое слово из твердых дети всего мира пишут на заборах. Дети сказали мир, а вы что сказали? Мы спросили, какой самый главный женский орган. Дети сказали, работница, а вы что сказали? И в конце концов, мы спросили, где у женщин самые курчавые волосы? Дети сказали, в Ганне, а вы что сказали? Родитель потупился, да, да, вы правы, отошел, потом возвращается, я все понял, я ничего не отражаю, единственное, мы не кто сейчас поговорили, не можем понять, а где у женщины Ганна? Возвращаясь к анекдоту про животных, что-то меня вот на яму потянуло, попали в яму, волк, любить и лось, день сидят, два сидят, кушать хочется, и вот на четвертый день волк отводит, Медведя в сторону, он говорит, слушай, я подумал, ты мясо жрешь, я мясо жму, полосится от травы, люди, и что, это же наш друг, как ты можешь? Да нет, нет, я только подумал, еще через четыре дня уже медведь отводит, волка в сторону, и, слушай, подумал, ты мясо жрешь, все, договорились, поворачиваются в глощу, и вы говорили, ребята, я все понимаю, вы мясо жрете, я траву, никаких проблем, видите, мне надо быть перед смертью, одна последняя проблова, такая, Вы понимаете, я раз пришел домой, пьяный, пьяный, бухой доски, и жена мне в отмест, что-то вокруг копки, татуировку сделала, вот что-то там, какую-то надпись, я вот так перед зеркалом не верделся, хвост мешает, Прочтите меня, потом жрите, да что, братан, для тебя все что угодно, давай, хвост оперся передними лапами от райяна, они оба нагнулись, чтобы прочитать, он как-то подпрыгнет, и каждый удал копытом по углу, Полка сразу убил, а медведь лежит, порчится, помирает, пирает, ну я-то туда зачем полез, я же не гработный! Это не кто-то мне рассказали, молодые годы, у нас переводчиков, и общественная переводчика, по-моему какая-то французская переводчица, наставила, как это было, в русском французском разговорнике, рассказала мне такую историю из разговорника, ну предварительно надо сказать, что по-французски шляпа это шаппо, а презерватив это шиппо. Но у англичан она выбирает в Париже старый друг, чтобы участвовать в достойном сохранении усопшего друга, приезжает в Париж, и идя по Парижской улице думает, что ему нужно купить травмный котелок, шляп, для того, чтобы выглядеть пристойно натурально. Останавливает на улице французская Игорь Гусиев, «Подскажите, пожалуйста, где-то у вас можно, ого, познавать французский, перепутал словарь этого самолета, для ввести шиппо». Вот ему говорят, «Заверните зал, было в аптеке и припустите». Ну, чужая земля, другие мрага, заход в аптеку и говорит про его. «Амсье, я хотел бы у вас купить шиппо, пожалуйста, Мсье. Какой вам? Мне, пожалуйста, 68-го размера, я имею в виду на счет». «О-о-о, Мсье!» – сказал француз. Глазами загорелись, и было любви же по всему, чтобы испытывать громадное уважение, к этому англичане. Хотя французы обычно этого веща даже не испытывают, такого громадного уважения. И говорит, «Так, сейчас я посмотрю в патологию». Смотрю в патологию и говорит, «Знаете, у нас вещь шиппо, 68-го размера, как вам она нужна, но, к сожалению, только фиолетовая. Вам не подойдет?» – «Нет, нет». Как говорит англичане, собираюсь уходить. А у него праведорославный Мсье, «Извините, я сейчас позвоню у коллеги, вы меня очень извините с вами, но пусть у него есть». Подождите секунду, если вам не трудно. Звонит коллеги, говорит, «Вы знаете, у коллеги тоже есть 68-го размера шиппо, но, к сожалению, голубой». Монтмаракси в этом обещании нет. «Вы знаете, он мне не подходит ни голубой, ни фиолетовый, и собирается уходить, и пусть француз, французский праведор говорит на Мсье. Уделите мне еще одну минуту. Я с большим уважением отношу в склад. Я понимаю, что он шиппо 68-го размера, но просветите меня, скажите, почему уж так непременно черный? «Вы знаете, у меня в Париже коллеги, и я хочу принести соболезнования жене поклонного». Монтмаракси, как тонко, как тонко! Да. «Париж, публичный долг, коллег-мужчин, киво и федер. Сколько вам стоит самая дорогая женщина?» «Пять тысяч франков. Хорошо. А подешевле есть? Ну, и за три тысячи. А еще дешевле? Ну, есть две. А еще? Есть за тысячу. И это все? Ну, у нас есть еще африканки по девятьсот франков. Но, да. И это совсем все. «Слушайте, не морочите мне балок. Сколько у вас денег?» «Понимаете, у меня 890 франков». Да? Говорит хозяйка. Ну, таких дешевок у нас же еще нет. Ну, раз уж мы там пришли. Ладно, так вот первый раз обслужу сама. Проходит 20 лет. Тот же самый мужчина приходит в тот же самый публичный дом. Подходит к той же самой хозяйке. «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» «Как не узнаете?» «Жанна, Жанна, иди сюда!» По лестнице спускается, девятнадцатилетний юнош. И она говорит, «Жанна, посмотри, это твой отец!» Жанна смотрит на мужчину. «Так что, дядя три?» «Идиот!» Говорит мужчина. «Да будь у меня на 10 франков больше, ты был бы негром!» Он бы действительно, совершенно точно. Да. Спасибо Александру Ефимовичу. Наше время с галереей подошло к концу. А еще столько не реализовывают. Столько реализовывают людей. Но я надеюсь, что нам еще прийти. Мы просто можем реализовывать не реализованные людей. С удовольствием. Спасибо всем. Можно попросить тех, кто нас слышал, чтобы не обознать теперь те темы, которые их интересуют. Еще раз можно? Те, кто нас слышал, могут прислать запросы. Темы, которые их интересуют. Чтобы их более подробно заметили. Да, пожалуй. Чтобы на них обратная связь. Да, пожалуй. Можно это сделать. Спасибо всем большое. До новых встреч в новой программе живого телевидения. Я не буду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok